Девушки отдыхают Там дети, это недостойная игра, я взываю к элементарной человеческой гуманности Между прочим, для грабителей и бандитов в тюрьмах вашего штата устроены кондиционеры А для наших граждан вы не хотите этого сделать? Мистер Атгенс, дает распоряжение Мы вели разговор относительно обедов для пассажиров Этот вопрос компетенции администрация аэропорта Мы проведем с ними консультацию Сколько можно? Есть еще вопросы, которые необходимо решить Хэнри! 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 Хэллоу, Хэнри! Вас держит? Держит Еще долго? Не знаю, помоги Что нужно? Обед и ужин Сколько? На 75 человек Хорошо Еду заказывали? Нет Как нет? Мне только что сказали на 75 человек Погоди, погоди Конечно заказывали Летс хавит, летс хавит Летс хавит, летс хавит Как? Уже? Таблица у тебя? Да Наше решение будет поинтереснее Да, похлеще Шеф умрет от счастья Жаль, столько времени Профукали Что читаешь, дочка? Квартал Тортильи, Флет Грамотная вещь Дашь почитать? Книга на английском языке А на французском у тебя ничего нет? Нет Жалко Мне еще рано обедать Потом мы не сможем разогреть Тогда принесите вино Вино не полагается Я из первого класса Вино кончилось Но вы его продавали? На валюту А те что делают? Не знаю Передайте булочку спортсмену Я решила худеть Первую же победу посвящаю вам Они почувствовали нашу неуверенность И поэтому упорствуют Санкции нужно вводить постепенно Прекрасная теория Многим на приходится по вкусу У меня с русскими контракт Мне выгодно, я продаю А патриотические чувства у вас существуют? Существуют В моем понимании Я обязан честно выполнять контракты И показать всем компаниям мира Что Панамерикан надежный партнер Оставьте его Форест Русских голодом не проймешь А чем же их проймешь? Если мы все объединимся И проявим непреклонность То достигнем нашей цели Давайте выпустим пассажиров Тогда у нас будет моральное право Держать самолет Хоть до страшного суда Сегодня газеты нас поддержали А завтра, увидите, начнут осуждать Нужно добиться ордера на арест И закончить эту историю У вас в руках? Козырный туз Что случилось? Пока не знаем Появился новый фактор Он, несомненно, выведет нас Из чудного положения В которое мы попали Шувалов прислал Паневе письмо И просит ее написать ответ Что там написано? Письмо запечатано Не зная содержания Мы не можем его передать Мы передадим сами Мы не разрешим Если там окажутся угрозы Ругательства Провокционные слова Это может вызвать у Панины Нервное потрясение И даже сердечный приступ А если мы ознакомим вас С содержанием письма? Мы посоветуемся Хорошо Но не покидай этого помещения Ну а были у него Закидоны Было Однажды Три дня пропадал Потом явился Красти говорит Без тебя не могу Ты мне нужна Я сразу же простила Только услышала Ты мне нужна Ведь я должна распластаться Ради кого-нибудь Тогда я счастлива Я все ему отдала Даже на ребенка не настояла Думаешь Не случилось ли сейчас опять? Просим всех Кроме Панины И покинуть салон И никаких вопросов Я должна ответить? Продолжение следует... Теперь мы улетим Она ответила ясно Встретимся в Москве Он говорит, что ответ не искренний В самолете она ощущает атмосферу насилия И это личное письмо А нужно ее заявление официальное Это беспрецедентно Беспардонно Вы издеваетесь над нами Над нею Над пассажирами Если мы продемонстрируем терпение Нам удастся урегулировать этот конфликт Наша сторона сделает шаги в этом направлении И первый шаг Мы разрешим пассажирам выйти из самолета Самолет задерживается Неопределенное время Администрация аэропорта Разрешает выйти И временно разместиться в гостинице Гостиница платить не надо Там дадут ужин бесплатно И кока-кола или пиво тоже бесплатно А Иришу отпустите? Госпожу Панину Ну? Она временно останется Ну и мы временно останемся Это может долго продлиться Ничего, посидим Товарищи, послушайте Если кто с детьми Или плохо себя чувствует Пойдите в гостиницу Отдохните, чего там А где тут мама маленького мальчика? Может, вы? Не хочу, не хочу Мы пока посидим Миша, не отходи от меня Я тебе надоела, да? Извини Ты прав, Мишенька Ты мудрый, ты прав Смотри Теперь понимаешь? То, что ты предполагаешь Исключено Тогда почему? Почему? Ирина Ты должна наконец понять, что произошло Ну не могу Не могу я поверить, что он остался Неужели он никогда с тобой об этом? Два года назад вокруг него вертелся этот Грехом Все пел песни Ты талант Тебя не ценит У нас бы ты имел свою школу Все бы имел И Генка как-то спросила меня Хотела бы ты жить за бугром Я рассмеялась Раздурел А он, ну ты же любишь бывать там? Бывать, говорю, но не жить Все, сказал он Выкинул из головы А еще? Больше никогда на эту тему Нет, нет Я знаю, что с ним произошло несчастье Но какое? Она не могла не знать о его замыслах А раз знала Обязана была предотвратить Уж от меня бы муж не сбежал Девушки, скажите, пожалуйста Кто может дать справку? А то у меня экзамен в понедельник Какой летом экзамен? Переэкзаменовка Честное слово Третий заход Справку, что самолет задержался Спросите у представителя аэрофлота Понял Спасибо Пусть ваши деты доставят вам Спокойную жизнь А я бы не стала держать мужа силой Что ты понимаешь? Ты красивая При чем тут это? При том, что рано тебе рассуждать Ты еще не любила Насмотрелась я на красавица Парней навалом Сотню скромных достойных отвергнут А уступят нахалу Прохиндею Потом спохватятся, разведутся Влюбятся, наконец, в какого-нибудь пожилого, женатого И тогда только поймут, что почем Вставайте Зовут Неизвестный человек позвонил в госдепартамент и сказал, что в ваш самолет подложена бомба с часовой механизмом Время взрыва установлено на 4 утра Надо собрать экипаж Ваше мнение, это серьезный сигнал Вероятность 10-15% Закончили? На сегодня И теперь можно с вами побеседовать? Да, слушаю И можно откровенно? Разумеется Объясните, пожалуйста, почему человека, покидающего свою страну, у нас осуждают? Сложный вопрос, не смогу ответить Почему? Ну, это не по моей части, это скорее к международникам Ну, а как вы сами относитесь к такому человеку? Лично я? Да Плохо А почему в других странах таким людям относятся проще Потому что наша страна особая И вы этого не поймете, пока не ощутите себя, ну, как бы это сказать, частицей народных масс истории Да, да Миллиарды людей мечтали о народном государстве Рабы, ремесленники, крестьяне, Спартак, Гарибальди, Разин, декабристы, народовольцы, коммунары И вот наша революция Первая страна, которая как бы приняла эстафету надежд всех расстрелянных, повешенных, погибших на баррикадах и каторгах Страна эта существует ценой невиданных жертв И, конечно, каждый бросающий такую страну придает ее память И в глазах тех, кто проливал кровь за эту страну Тех, чьи родные сложили за нее головы Тех, кто сейчас в поте лица трудится, преодолевая ошибки, нелепости, недостатки В глазах их всех этот человек беглец Дезертир А не слишком ли сурово такое определение? Для меня нет Я служил в пехоте и побывал в таких мясорубках Я так никогда не думала Но скажите, есть ли страна надежды минувших поколений, как вы выразились С точки зрения этого человека имеет такие недостатки С которыми он не может примириться? Что ему делать? Если он любит свою страну, пусть делает ее лучше Пусть трудится, борется, пусть страдает, наконец, но не бежит Салтыков щедрил, естественно, без аналоги Уж как ненавидел царские порядки И вот что писал Был я в благорастворенных заграничных местах И не упомню минуты, в которые сердце мое не рвалось бы в Россию Хорошо там А у нас, положим, и не так хорошо Но представьте себе Все-таки выходит, что у нас лучше Лучше, потому что больней Это совсем особенная логика Но это логика любви Куда и когда могла быть подложена бомба Жду ваших соображений На борту бомбы нет, в туалет они не заходили Военная хитрость В багажнике бомбы нет, мы следили за погрузкой Туфта Все может быть Бомбы быть не может, уверен? С одной стороны, это инсценировка Но с другой стороны, бросили же нам на лед бомбу в Сан-Франциско два года назад Правда, если заточил ее Полный Будем ли выводить пассажиров при осмотре самолета? Желательно без билетристики Выводить Обязательно, таковы правила Надо бы согласовать, но время Придется выводить Перехитрили они нас Да Принимаю решение Осмотр самолета произведем, не выводя людей Быстрее Артем, ты все понимаешь? Да Я свяжусь с посольством, утрясу Не стоит, Даниил Везет мне найти инциденты То агентство поджигали, то обстреливали Два раза, кстати, пуля мимо носа прошла Теперь вот бомбу ищу А что вы на второй срок сюда попросились? Нравится? Что? Нужность свою здесь ощущаю То, что вы ищете впереди И справа через ряд под сиденьем Прислушайтесь Данил Андреевич Пятнадцатый ряд Есть обнаружение Я ж говорил, я говорил Что случилось? Спите, спите Данил Андреевич Пятнадцатый ряд 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 Доволь советы Доволь советы Прекрати! Пятнадцатый ряд Артем Артема, что делать будем? Искать и находить общий язык Опять полночи думала? Полночи рассказывала Что? Тайны и исповеди Монин Монин Правда выступила Где почта привезла Серьезный оборот Дайте вторую-то Потом Размножим, раздадим Миша Спасибо Митрофанов Я Селезнев Риколь Иванович Кривко Толик Творог Диетический Яблочкин Я Вам бритву передали Старик, я на очереди Второй Третий А мы? Перетопчетесь Абсурд Иммиграционные власти Полиция ФБР Не могут справиться С одним единственным Русским самолетом Причем безоружным Никто не ожидал Что так поведут себя пассажиры Пассажиры Это их козырная карта Как же бедные женщины Дети Заперты, голодают А бездушные американцы Не дают им улететь Нужно добиться Ордера на арест И покончить с этим Не станут же они драться В самолете Группа кубинских террористов Сколько человек? Один Студент Неостроумно Мы обязаны лишить ее Советского влияния Во что бы то ни стало Она должна выйти из самолета Да мы же теперь знаменитые Про нас в центральной газете написали Ниночка Поставь свой автограф Домой приеду На стенку повешу Кристи, ты куда? Не утомляй Чемпион Махнемся? Любимый мне про Это очень неплохо Это очень неплохо А мы теперь попросили Мне точно пассажиры попросили А мне Ириша подписала Давай, давай Пошли Пишечки Толкайся Давай я Это вам нужно как память В чем дело? По очереди Организовании Вам правда дорога моя подпись? Ну пожалуйста Очереди Меня попросили Матвый Вы сохраните мой автограф? Конечно Автограф Вот здесь Вы были Вы видели наш ансамбль? Приходите У меня очень симпатичное сон Обязательно Убедите Наши люди Третий день Находится в антисанитарных условиях В условиях заточения Министерство иностранных дел Вторично предупреждает Что вся ответственность За возможные последствия Задержки рейса СЮ-222 Целиком ляжет на вашу страну Мы опять получили Указание Из государственного Департамента Добиться встречи С госпожой Паниной Мы не имеем Желания Усиливать напряженность И хотим примирить Наши позиции Мы предлагаем Поговорить С госпожой Паниной Не в миграционном офисе А прямо здесь Где мы сейчас находимся В присутствии корреспондентов Мы обсудим Ваши предложения Не забудьте отдать потом Я расписался Если увезетесь Меня сдерут валютой Возьму на контроль Про нас Они каждый час передают Русский самолет Стоит 44 часа Иммиграционные власти Хотят разрешить конфликт Но русские упорствуют И не отпускают Панину Зажиры не выходят С самолета Чем ставит администрация Аэропорта В чекотливое положение Наши взгляд Какая же у нас красивая Перестаньте Ребенок ополитичный Это понятно Но вы взрослый человек Что такое? Мы же играем Что-нибудь осталось? К обеду обнаружим Ура! Вот так вот Пусть Ириша спляшет нам Даром мы здесь мучаемся Ей не до этого От вас бы муж ушел От меня пошел Я бы перекрестилась Это помещение нам не подходит Оно не исключает возможности Неожиданного давления на Панину Со стороны иммиграционных властей Со стороны полиции Недоверие? Да, естественно Мы вносим свое предложение Провести разговор в самолете Но в присутствии корреспондентов Как вы того желали Мы обсудим Ваше предложение Ира, поговорим? О чем? Откровенно О чем? Тебя с собой он звал Не нужно об этом Тебя он любит И об этом тоже Не скажешь? Нет Однако с Мишей ты говорила Валентин Николаевич Не спрашивайте Потому что не могу Не понимаю Не знаю Ничего вам не скажу Нет, скажи Меня интересует твое настроение Оставьте меня в покое Что вы меня мучаете? Не знаю Сможешь ли ты Теперь сохранить Мое расположение Не хочу сыру Хочу колбасу Вон ему дали Хорошо Пожалуйста Кто следующий? Дайте мне Подвигайтесь А почему нельзя гулять? Потому что не пускают А почему не пускают? Потому что взрослые поспорили А почему взрослые поспорили? Потому что кончается на У Передайте спортсмену А почему же первое место не занят? И пирожные Дринер ругает Говорит У тебя нет злости Нет чистолюбия Ты не достигнешь А мне кажется достиг Из маленькой деревни Да в такой огромный мир Достаточно Спасибо Будет перебор Соку хочешь? Я все поняла Предельно просто Он остался Предельно просто Он остался Я уверена Что я побегу за ним Как собачонка По тем же самым причинам Мы отвергаем Ваше предложение Появляя Неслыханное терпение Мы предлагаем вам Последнее Что еще можно Предложить Провести Разговор В переходном тоннеле Между Аэровокзалом И самолетом В кишке? Да Вы можете быть уверены Ваше Недоверие Исчезнет Разговор будет проходить В трех метрах От двери самолета Мы обсудим Ваше предложение Ваша осторожность Переходят всякие границы Что может произойти В трех метрах от двери Кишка не имеет Сцепление с самолетом Фактически это трап Ну и что? Трап может отъехать Любую секунду Со всеми кто на нем находится Они десять раз повторили Что это кризисную ситуацию Хотят разрешить миром Они поставили под трап Полицейскую машину С открытым верхом Данил Андреевич усугубляет Не так страшен черт Как его молюет Поставим всюду наших людей В кишке под кишкой Три метра не расстояние А если она пройдет вперед Еще на три метра Что тогда? Закричите Не ходи Не ходи Чего ради Она пойдет вперед? Откуда я знаю? Возьмет и пройдет У нее характер Сегодня одно Завтра другое Ведет себя странно Вы Тоже ведете себя странно? Ей Я Верю Нас просили сделать все Чтобы она не выходила Из самолета Мы не имеем права рисковать История вышла За рамки этого аэропорта А что последует С их стороны Если мы откажемся? Алексей Родионович Вы у нас все наперед знаете Что будет-то? Угроза Применить Силу С днем рождения Поздравить И наверно Оставить мне в подарок Пятьсот Эскимо Я Играю На Гармошке У Прохожих Наведу А почему не поете? У вас уверен Прекрасный голос Ля 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 Слыши Бегут Неуклюже Договорился с французами Вы через Париж А вы прямо в Дели Вся жизнь состоит из расставаний Аджай Энрико Не поминайте лихом Ты дознался, Федя? Не может быть И оторвался Не замечаю Со стороны очень-то разометно Как смотришь-то? Как ходишь? У нас все так ходят Авторитет, Федя, нужно мозолями зарабатывать Я, может, и не так, как ты хожу Но рыбу чувствую План даю Ребятня и начальцы за меня дерутся Вот так-то А, Севеда, во мне и скажешь Или скажешь? Нет, Федя, ты скажи Скажешь? Почему ж не сказать? Скажу, Вася Скажешь Мы не принимаем ваше предложение Так как оно предполагает выход Панины из самолета Предлагаем взаимоприемлемое решение Она останется в самолете Но будет находиться в одном метре от двери Такое расстояние вряд ли может быть предметом дальнейших споров Пусть лучше наше предложение С нашим трехметровым расстоянием Не будет предметом этих затянувшихся споров Мы исходим из того Что вы задерживаете самолет незаконно И диктовать условия должны не вы Это наш последний вариант Наш вариант Тоже последний Мы с ним не согласны На кальту поставлен престиж нашей стороны Нам придется прибегнуть к мерам полицейского характера И вывезти ее из самолета силой От такой акции ваш престиж пострадает еще больше И с применением силы у вас ничего не получится Это наш советский самолет И мы будем его защищать К сожалению Мы вышли из стадии вежливых жестов Будем ждать вашего согласия на наше последнее предложение Только один час Товарищи, товарищи Это не укладывается До чего довели? Кто довел? Отобьемся У нас народу хватит Пассажиры могли бы помочь Так что? Можно драться? М? М? Данила Андреевич Данила Дуй в город И как можно скорее Обратно Я категорически против применения силы Вы что, на их стороне? Нет Но я знаю, что это к хорошему не приведет К чему нахлестывать дохлую лошадь? Всем ясно, что Панина хочет уехать Она жена своего мужа Получив возможность свободного выбора Она мгновенно захочет остаться Хочет она или не хочет Не имеет значения Она должна здесь остаться Они не станут оказывать сопротивление Увидя нашу непреклонность И крупные полицейские силы Они сдадутся Они станут драться Даже если у нас будет 10 на 1 Ордера на арест у нас нет Я проконсультировался Разрешение на операцию поступит в зависимости От тактики поведения русских Хороший вечер Да, жара спала Гуляете? Да А я думал Вторжение готовите А вы что тут делаете? Безмятяжничаете? Воинствуете? Не думаю, чтоб они переступили черту А я им Не верю Хотя очень хотел бы иначе Вы-то, конечно, войну не помните А тогда кто бы с кем не встречался Обязательно о втором фронте заговаривал Старики, женщины, военные Что слышно о втором фронте? Когда откроют второй фронт? А открыли они его через два года после обещанного Когда мы уже выигрывали войну И когда у моей матери погибли Отец, муж и пятеро сыновей Я помню вскрики, когда она получала похоронки Семь вскриков Поверите ли До сих пор В ушах стоят Они что-то затевают Возможно, свалка Глядите, сколько полицейских понаехало Ладно, идите спать В случае чего, мы вам свистнем Я тебе свистну Мы в кучу не пойдем Мы обязаны людей доставить Все Начинается Экскюзми Зачем эти бугайи пришли? Спи Будет драка Из-за меня? Неужели из-за меня? Спи Какая я все-таки Давала пассажирам автографы Улыбалась Мне льстила это А по-настоящему Это я у них должна брать автографы Ползать перед ними на коленях Будет тебя Дочка замуж вышла Зовет меня туда Все у них есть в этой Канаде Не могу я там жить, Катюша Не могу и все Почему ее муж соскочил, знаешь? Потому что в бумажки смотрят А надо в душу смотреть Четко говоришь, Федя Скажи, вокруг тебя они есть? Вокруг меня не может быть Почему? Потому что этого не может быть никогда Вася, а вокруг меня они есть Гонору на рубль Польза на копейку Наши не любят Только туда и смотрят Дай им волю, сбегут Я тебя, Федя, не понимаю Зачем держать? Если это такое дерьмо Пусть будет Чище будет Дорогие товарищи мужчины Те, кто помоложе Если не трудно Пересядьте, пожалуйста, во второй салон А зачем? Все ясно Можете на меня рассчитывать Вы откуда? Из Конотопа Ездил в Калифорнию В гости к дедушке А кто вы? Ревизор Сейчас на пенсии 52 почетных грамот Оставайтесь здесь Вы не поняли Можете поручить мне Индивидуальное задание Присоединяйтесь к ним Скажите, вы не можете Дать справку о задержке рейса А то из института выгонят Да покажите газету правды У нас билет из другого рейса Нужно обязательно справку Вообще этим занимается посольство Понял Большое спасибо Дай вам Бог достичь высокого положения в обществе Артем, неужели они пойдут на все? Я иногда сам не верю в происходящее Ведь были времена, когда президент принимал В Белом доме советских артистов Спортсменов, космонавтов А теперь? Вы что? Направили к вам Спортом занимались? Да, держал первое место в области По какому виду? По шашкам Это что такое? Собаки натренированы на героин Могут к нам заявиться? Осмотр самолета они редко делают Ишь, голубчики Облокотились Надо бы им спеси поубавить Ты что? Ты куда? Ты член экипажа Ты как хоккейный вратарь Вне заварушек Ты что? Что делал? Да так ВСУ проверил Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... 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 С ребенком. Тебя с мужем-то как? Из-за его профессии свою потеряла. Я инженер-химик, кандидат, а тут буфетчицей работаю. Когда-то я в лесу у ней кохотушкой была. А теперь? Посольские со мной даже кокетничать боятся. Ну, Ирина, мы свои роли сыграли, теперь твой выход. Обстановка безопасная, перейдешь в фургон рядом с самолетом и скажешь им все, как говорила. Малуизая добровольно. Примерно через час. Не пойду. Иди, иди, можно? Не пойду. Вы вместе с ними решили, идите. Не пойду. Ирина, ты что? Мы с таким трудом пришли к соглашению. Это же невозможно. Невозможно, чтоб ты не пошла. Ты не представляешь, что тогда начнется. Я не могу. Уже не могу, я себя не контролирую. Увезите меня. Не пускайте меня, я могу что-нибудь не так сделать. Вот это номер. Идите, Ирина. Что будет, то будет. Мы с Москвой разговаривали, нам намекнули. Не держите ее. Если что случится, ну, ничего не поделаешь. Столько людей из-за нее в самолете мучиться. Не держите ее. Пусть, пусть будет, что будет. Не держите. Так значит, вы мне не верили. Значит, все это время, все эти часы здесь. Ирина, вы не так поняли. Я совсем другое имел в виду. Я пойду. Хорошо, я пойду. Пусть будет, что будет. Володя, мы забыли. Что? Где? В гостинице, в офисе. Помнишь, мамашу просила посмотреть за мальчиком. Ах, черт. Здесь он жив. Жив. На галерке. Смотрите, беседа произойдет в этой бандуре. Наконец-то договорились. Теперь все будет от нее зависеть. Это вместо трапа. Интересно, что с ней сейчас произойдет? Ириша, не бойся. Дядя Вася, они еще стрелять будут? Переводчик государственного департамента Борис Чулик-Гросянский, врач профессор Ричард Каули, адвокат Эдвин Рафферсон. Теперь мы обязаны объяснить вам сущность этой беседы. Мы хотим, чтобы вы в обстановке максимальной свободы сообщили нам о своем желании. Я хочу сказать, что у вас имеются различные возможности. Вы сейчас находитесь под юристикцией Соединенных Штатов. Если вы желаете вернуться в Советский Союз, Соединенные Штаты учтут ваши пожелания. Не учтут, а удовлетворят это пожелание. Согласен на уточнение. Если же вы, госпожа Панина, захотите остаться в Соединенных Штатах, Соединенные Штаты удовлетворят и это ваше желание. Советская сторона гарантировала, что и она поступит таким же образом. Да, это так. Я могу говорить откровенно? Да, да, конечно. Вы тоже разрешаете говорить откровенно? Да, конечно. А вы, Валентин Николаевич, тоже разрешаете? Да. А вы, Павел Петрович, не будете меня ругать, если я что-нибудь не то скажу? Ирина, ну что ты? Ну, конечно. Это хорошо. Очень хорошо получить полную свободу действий. Ирина, переходите к существу вопросов. А вы меня не сбивайте, я сама собьюсь. Для чего вы устроили этот балаган? На каком основании вы меня унижаете? Почему этот человек разглядывал мои зрачки? Да я здоровее вас всех. Вы сами больные. Вы сами психи. Зачем вы полезли мне в душу? Зачем выставили на показ мое, только мое? Зачем растрепали на весь мир? Да вам выгодно, чтобы был скандал. Вот вы и раздули. Я вас понимаю, госпожа Панина. Если вы желаете отложить окончательное решение о своем будущем, это можно сделать. Ничего не хочу откладывать. Я давно сказала, что хочу домой. Неужели это непонятно? Да я люблю маму. Она часто болела, никогда не брала глютень, чтобы меня вырастить. Я люблю девчонок, с которыми работала на фабрике. Да я в отпуск еду и то по Москве тоскую. Это все непонятно? Я больше не буду продолжать вопросы. Но в заключении передам просьбу вашего мужа. Он находится здесь, в аэропорту. Он хочет прийти сюда и сказать вам несколько слов. Это не входило в регламент беседы. Такой договоренности не было. Это провокация. На такой дешевый трюк мы не согласимся. Ни в коем случае, ни в коем случае. Может быть, нам следует узнать мнение госпожи Паниной. Если она пожелает, не запретите же вы эту встречу. Может быть, последнюю в их жизни. Я требую прекратить эту провокацию. А я хочу его увидеть. По-моему, все тут говорили, что я свободна в своих действиях. Хорошо. Хорошо, Фред. Поехали. Пройдите вперед. Можно? Пожалуйста. Хорошо. Едем со мной. Останься. Нет. Останься! Нет. Играет музыка Играет музыка Видимо, нам следует быстрее достигать соглашений И не только по таким вопросам Она сказала нет! Она сказала нет! Ириша, до тебя! Прости меня, Ирочка, я виноват перед тобой Я плохо думал о тебе А подробности? Расскажите подробности! Простите, мне сказали, что вы можете дать справку, азойдешь, Кресе Попросите у стюардесс, что за проблемы? У наших? У наших? Спасибо вам! Пусть скорпион не укусит вас ни на этом, ни на том свете Федя, ты куда? К себе! Летим! Она им так выдала! Чего не радуетесь? Мужики! Нам людей надо довести в целости и сохранности Полодарничали и хватит Теперь наш черед Ну теперь-то я побежал Артем Иванович, а что с ним-то будет? С ее мужем? Вот, Алексей Родионович у нас все наперед знает Меня нет, я уже умчался Ответьте и мчитесь Знаю, что только единицы не жалеют, что покинули Родину Большинство или нищенствуют нам из того Или так тоскуют, что обивают пороги посольства Умоляю разрешить им хоть на коленях приползти обратно Обещают каждый день разоблачать по телевизору Хорошие артисты Кто? Да вы все Я сразу все понял Что? То, что вы прекрасно знаете Она никакая не фигуристка, а крупная развитица Мам, а почему они захотели быть вместе? Кто? Тетя Ира и ее муж Почему? Потому что кончается на У А почему кончается на У? КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok